Сдал в аренду, плати налог. Казахстанские фискалы взялись за арендодателей квартир. Как будут вычислять нелегальных предпринимателей? Об этом нам расскажет замглавы управления администрирования доходов из лиц комитета госдоходов Баужан Абангельда. Он сейчас на прямой связи со студией. Баужан Бакбекула, скажите, как будете выявлять собственников квартир, которые незаконно сдают в аренду жилье? Баужан Бакбекула, скажите, что основными задачами налоговых органов являются обеспечение соблюдения налогового законодательства, а также полноты и своевременности уплаты налогов в бюджет. В целях реализации вышеуказанных задач налоговыми органами принимаются меры налогового контроля. Налоговый контроль проводится путем сопоставления сведений, имеющихся в налоговых органах, исходя из различных источников информации. В настоящее время проводится работа в рамках совместного приказа министра финансов и министра внутренних дел по учету граждан, сдающих жилье в аренду. Указанные сведения вносятся в накопительный реестр. Далее налоговыми органами проводится анализ и сверка на предмет исполнения налоговых обязательств. В данном случае у нас есть несколько способов исполнения налоговых обязательств. Первый способ. Физическое лицо, имеющее жилье, вправе зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, исчислять и уплачивать налоги в зависимости от применяемого режима налогообложения. Для удобства граждан, физическим лицам нет необходимости посещать налоговые органы. Они могут зарегистрироваться посредством мобильного приложения «Есалых бизнес» в разделе регистрации ИП. Кроме того, имеются и другие приложения, в частности, «Егоф Мобайл», а также приложения банка второго уровня. Наиболее удобным режимом налогообложения является специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения, где ставка налога составляет 1%. Удобство данного приложения заключается в том, что нет необходимости сдавать декларацию. Приложение само автоматом рассчитывает ваш полученный доход. Когда имущество сдается в аренду компании, индивидуальному предпринимателю и другим лицам, тогда в данном случае обязанность по исчислению уплаты подоходного налога возлагается на источников выплаты, то есть на самого налогового агента по ставке 10%. Благодарю за содержательную беседу. Напомню, с нами был замглавы управления администрирования доходов из лиц комитета госдоходов Полжан Абангельде.